Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Тальшахар и добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube. Особая благодарность тем, кто является давними подписчиками или постоянными зрителями канала. Если вы, дорогой друг, еще не подписались, ничего страшного, ведь это можно сделать прямо сейчас. Тем более прямо сейчас мы поговорим о Владимире Путине, который поддержал прорывные технологии в виде струнных технологий Юницкого, такая тавтология. Картинка якобы от Live News, якобы в Коммерсанте, где якобы Путин держит якобы фантики от команды Юницкого, от компании Юницкого. Не знаю, как они там правильно называются. Skyway Global Capital Incorporated Limited. Что-то это мне все напоминает автомото, велофото, бричко, тракторный завод, но я не об этом. Наверняка фантазии у людей уже подысякли, методы воздействия на больное воображение также. Поэтому, как обычно, всегда, везде, в любом бизнесе на помощь приходит Путин. Путина любят, Путин лидер, Путин это отец нации, соответственно, Путин на ура продал, скорее всего, что для многих наивных, которые не посчитали нужным даже прищуриться и посмотреть, что это все дешевка. Наверное, какое-то количество этих фантиков. Меня всегда спрашивают, Таля, каково твое мнение о Юницком и о его прорывных технологиях? На самом деле двойственная, скажу откровенно. Ну, во-первых, сама идея, она шикарная идея. Насколько непосредственно технология Юницкого не просто уникальна, сама эта идея наверняка уникальна. За этой идеей есть масса мега приобретений того государства, того региона, который запустил бы подобные технологии. С точки зрения физики, я не знаю, как это все работает, будет ли оно работать. Ну, надеюсь, что есть специалисты, проектировщики, которые смогли бы просчитать, будет ли это все работать или нет. Меня напрягает и отворачивает система построения пирамидального какого-то там матричного маркетинга и распространения никому не нужных и ничем не подтвержденных фантиков. То есть, идет какая-то мощная лоховодческая мельница и в эту мельницу засыпается количество людей, перемалывается количество людей, которые хотят стать совладельцами, содержателями акций некоего фантастического предприятия. И это предприятие должно вот уже совсем скоро, в 2017 году запуститься. Я знаю, что такое венчурные проекты, я знаю, что такое фьючерсные сделки, я знаю, как продается урожай 2017 года, сейчас уже в 2015 году. Это высокорисковое мероприятие, но это мероприятие, которое имеет место быть и имеет место быть в финансовых взаимоотношениях между физическими людьми, физическими лицами и физическими лицами, между юридическими и юридическими и также в смешанном варианте. Но тогда провозглашается некая система фикс, когда провозглашается некий вариант прорывной технологии, струнной технологии, то, что действительно людям нужно и то, что избавит от пробок. Ну, ребята, знаете, эффект это просто мог бы быть грандиозен. Когда объявляется, что сам этот изобретатель и его идея стоят 200 миллиардов долларов, я не пойму, зачем лоховать людей, строить матрицы и выплачивать там какие-то дивиденды, выплаты у всех этих реховодов за счет привлечения новых людей. Ведь практически ничего другого нет. Нет никакого возможного заработка. Человек приводит человека и за это получает какие-то деньги. Можно ли подобным образом, путем народного краундфандинга, собрать вот такое количество денег для того, чтобы действительно что-то запустить? Давайте пофантазируем. Быть может, Юницкий хочет создать народный проект. Быть может, Юницкий пытается аккумулировать определенные средства для того, чтобы запустить какой-то реальный пилотный проект, который бы летал бы. И он бы всем показал. Вот смотрите, народ по сусекам пособирал, бабушки собрали свои гробовые деньги, и вот, пожалуйста, перед вами проект. Он работает, а теперь давайте бабки уже государству. Но зачем это было, все это облачать в пирамидальную форму? Я никак не смогу понять это. Все, что замешивается, может быть, даже самая классная, может быть, самая шикарная идея, но все, что замешивается в какие-то мошеннические формы, это все в мошенничество рано или поздно превратится. Еще раз повторяю. Раздают людям фантики. Фантики, которые не подтверждены абсолютно ничем. У этих фантиков нет никакого материального обеспечения. У этих фантиков нет абсолютно никаких активов. обещают запустить нечто, какую-то идею фикс, потом запустить эмиссию, и, соответственно, фантики превратятся в акции. Ну, все же понимают, и взрослые, и дети, что это откровенное мошенничество. Незаконное, нерегулируемое, не централизованное, ничем не регламентированное привлечение денег, но еще хуже. Даже можно было собрать, даже можно было аккумулировать, даже можно было привлечь. Но ведь выплачивать деньги за привлечение людей это пирамида строения. И не больше. Когда мне продают урожай 2017 года. И говорят, что вот вырастет пшеница, мы ее соберем, и так как ты деньги вкладываешь в 2015 году, это тебе будет стоить x денег. А тот, кто придет нам покупать в 2017 году, это будет стоить x умножить на 10. То есть я покупаю урожай еще через 2 года. Я понимаю, что может быть дождь, снег, град, оползень, землетрясение. То есть риски есть, и как правило риски всегда грандиозные. Могут морозы ударить в тот самый момент, когда нужно будет собирать пшеницу. Катаклизмы. Форс-мажор. И здесь риски понятны. Но вот то, что сейчас происходит в Skyway, и то, о чем там рассказывают знаменитые инвесторы, я считаю, все это просто реховодческая затея. Ну, если вы считаете иначе, по спорте со мной. С вами был Таль Шахар. Спасибо. 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 Спасибо.